Добрый день, дорогие друзья! С вами канал Одна Австралия и я Александр Петров. Когда речь идет об обучении в Австралии, в принципе, когда вы будете учиться, вы будете выглядеть приблизительно так. Вне зависимости от того, учите вы ЭЛИКОС или вы учитесь на высшем образовании, может немножко меняться обстановка в классе, может меняться состав преподавательский, в общем-то состав студентов, хотя сейчас это маловероятно, но вот такой вот вид, вот такие вот парты, где вы можете спокойно разложить свой учебник или тетради в основном, делать заметки, это обычная система. Очень многое зависит на самом деле не от учебного заведения, а именно от вас. Вы и будете те люди, которые вкупе с вашими агентами будут формировать тот или иной уровень образования в Австралии. Когда мне говорят про топовые университеты, обычно это мне говорят люди, которые, в общем-то, в этом не разбираются. Я прошел сам через топовые университеты и делал две дегри там, это университет технологии Сидней, в те времена, когда образование было, скажем так, более серьезное, чем сейчас. Почему? Ну, это уже не для этого ролика обсуждение, но хочу вам сказать, что если для вас обучение организуется учебным заведением и вы не влияете на процесс образования и на качество образования, горе вам. Горе побежденным, как говорили в свое время галлы римлянам, читайте историю. Так вот, вы можете оказаться в положении побежденных людей, которые, в общем-то, получают то, что, как говорится, кушайте, что вам дают. Другое дело, когда вы учитесь на программах, которые не требуют большой нагрузки в виде оборудования, каких-то специальных технологий и так далее. Это обычно все программы бизнеса, менеджмента, в том числе, кстати, и аккаунтинг, и программы, такие как информационные технологии. В этом случае многое зависит от доброй воли учебного заведения, от преподавателей и от вас. В общем-то, и от ваших агентов, если они вообще как-то принимают участие в вашей жизни и в вашей учебе и в жизни этих учебных заведений. Так вот, если вы все вместе приложите усилия, приложите усилия на то, чтобы качество австралийского образования улучшилось, в этом случае вы включаете механизм, защитный механизм и преподаватели, и учебные заведения, они видят свет в ваших глазах, и значит, они начинают преподавать. Они могут преподавать. Поймите, большинство преподавателей, конечно, знает предмет. Большинство предмет гораздо лучше, чем знаете вы. Но дело в том, что та обстановка, та коммерциализация оборудования, которая сейчас есть, и она вообще давно есть, она с конца 80-х годов такая, эта обстановка диктует все, решают деньги, 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 еще больше денег. В итоге все подсели на иглу образования как бизнеса. И это дает вал, но это забирает качество. И только когда люди видят, что вы в действительности хотите не просто заплатить деньги и получить диплом, вы хотите получить знания, вы хотите сделать славу тем преподавателям, которые вас учили, тем учебным заведениям, которые вас обучали, в этом случае та группа студентов, которая хочет учиться, и я подразумеваю, это вы, дорогие друзья, по крайней мере, те, которые будут здесь учиться, в этом случае вы вместе с учебными заведениями и преподавателями, я разделяю это два понятия, потому что преподаватели сейчас в Австралии в основном это люди наемные, это люди, которые просто проводят определенное количество времени, они нанимаются учебным заведением как фрилансеры, и, собственно говоря, они отдельные бизнесмены, отдельные бизнесы, поэтому их надо рассматривать отдельно от учебного заведения, в котором они преподают. Так вот, вместе вот эти все три силы, включая четвертая, агент, если он умный и если он порядочный, и если он желает отдать свое время для этого богового дела, вместе вы можете сформировать качественное образование. А в остальном все одно и то же. Те же парты, те же стены, те же компьютеры, те же доски, те же преподаватели, потому что они ходят туда-сюда из одного учебного заведения в друга, те же учебники, которые покупаются, это свой долгий разговор о том, как и почему используются одни учебники, а не другие, как формируются так называемые научные школы, кто за что получает откаты в этой отрасли, но это, я думаю, вам не особо интересно. Если вам интересен процесс образования в Австралии, то вот он, пожалуйста, прошу любить и жаловать. Кроме каких-то уникальных вещей, как сайенс, как медицина, часть инженерии, ну не инженерного менеджмента, в основном все это проходит в подобных классах, чуть лучше, чуть хуже. А лекции, наверное, проводятся иногда в аудиториумах, то есть в более больших таких залах, более похожих на кинотеатры. Но в принципе все обстоит так. Нечего бояться образования в Австралии. Образование в Австралии это просто. К сожалению, наверное, чуть-чуть просто. Надо бы усложнить. Но нет проблем учиться, нет проблем приехать, кстати, нет проблем податься на студенческую визу. Все проблемы Австралии, точнее вашего пребывания в Австралии, находятся в вашей голове. Если ваша голова будет свободная, если голова будет свободная именно от вот этих вот непонятных мыслей и страхов, то в этом случае все у вас получится. А мы вам поможем. Спасибо.